Наступила весна, а это значит, что сезон скоростных зимних видов спорта подходит к своему логичному концу. Одним из последних соревнований во Владивостоке стал ежегодный чемпионат города по сноуборду. Уже в третий раз в городе собрались как местные любители доски, так и приезжие спортсмены. Нас посетили гости из Москвы, две девушки-спортсменки приехали из Москвы. Артем участвует, команда «Синесоп», естественно, участвует команда нашего отделения. Ну и плюс много любителей. Тип соревнований параллельный с лалом. Звучит сложно, однако на деле это обычный скоростной спуск, при котором нужно объезжать установленные флажки. Или вешки, как их здесь называют. Делать это, конечно же, надо максимально быстро. На трассу длиной в 600 метров уходит в среднем около минуты. За это время спортсмены буквально играют в догонялки, проскальзывая в паре метров друг от друга. Сложно то, что по психологии именно то, что ты современуешься с кем-то и постоянно отвлекаешься на человека, который рядом на трассе едет. Да, и трасса намного меньше, вешки рядом стоят, близко друг к другу. Есть страх, что я разгонюсь и могу пролететь вешку или улететь куда-нибудь в кусты. Ну, для меня с лалом не такая сложная дисциплина, в отличие от гиганта, потому что повороты короче, а гигант с лалом повороты более длинные. Поэтому тут работать надо больше, но, по крайней мере, для меня она проще. Опыт сноубордистов самый разнообразный. Есть и те, кто буквально вчера встал на доску, а есть и воспитанники местных школ. В связи с этим чемпионат разделили на несколько категорий. В целом же на этих соревнованиях спортсмены могли уже подводить итоги сезона. Как отметили представители местной федерации сноуборда, эта спортивная зима прошла на отлично. Был и весь спектр соревнований и море впечатлений. Правда, результаты в этот раз были не на высоте. В этом году у нас немножко результаты похуже, честно говоря, чем в прошлом году. То есть мы ездили на всероссийские соревнования, детские команды вывозили, заняли всего лишь третье место. В прошлом году у нас было золото и бронза, в этом году только бронза. По всей стране погода такая, прогноз плюсовой, вот и не знаем, собственно, когда у нас сезон закончится. То есть хотелось бы, конечно, его продлить. Уже совсем скоро подвести еще одну финишную черту текущего спортивного сезона смогут самые юные лыжники и сноубордисты. 11 марта на трассах Кометы пройдут соревнования для детей в возрасте от трех лет. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом. Продолжение следует...